Врачи, журналисты, сотрудники ГИБДД. Вызова нет, но чтобы выявить нерадивых водителей, едем по всем правилам экстренной транспортировки больного. Сирены и маячки действуют не на всех автовладельцев. Первый нарушитель попадается сразу за поворотом. Ну где она, машина? Вот когда увидел, давай пропустим. Согласился с нарушением только после того, как ему показали видео. Наказание за невнимательность, лишение водительского удостоверения. А вы можете сказать, по какой причине вы скорую не пропустили? Ну я не умышленная девушка. Наказание предусматривается изъятие водительского удостоверения, наложение административного штрафа от 300 до 500 рублей, либо лишение водительского права от 1 до 3 месяцев. Этот водитель имеет корочку, поэтому правила дорожного движения не соблюдает. Следующий нарушитель сидел за рулем большегруза. КамАЗ, 5234 ТС, останови. Прижимался справа, пропускал. Мобильный телефон, громкая музыка, тонированные стекла и хамство – это основные причины, по которым не всегда удается доставить тяжелых пациентов в больницу вовремя. Кто даже ругается, уже видно, что ругается. А кто даже, внимание, и по телефону болтают. Вообще никаких эмоций даже. Вот приходится его кое-как обходить. Эта бригада реанимационная, но фельдшер Дмитрий поясняет, без весомого повода участников движения стараются спецсигналом не нервировать. Только в момент, когда связано с жизнью пациента. В крайних случаях включаем сирену, маячки и доставляем в больницу. В последнее время руководству 03 приходит много жало по наглому поведению их сотрудников на дороге. После долгих проверок выяснилось – причина в псевдоскорах. К сожалению, сейчас купить машину раскрашенную может любой. И вы помните, совершенно не поддающийся никакой логике случай, когда приезжала машина с полученным профессиональным проектом торговать мясом на театральной площади. Ну, я смею вас заверить, в городской скорбь такого быть не может, у кого в голове такого даже уложиться не может. Поэтому водители просят обращать внимание на внешний вид «Газели». Помимо красного креста и цифр 03 должен быть еще один бортовой номер. Еще совсем недавно на машинах скорой помощи были особенные опознавательные знаки. Например, надписи «реанимация» или «детская реанимация». Такие машины, уверяют водители, участники движения пропускали гораздо охотнее. Сейчас, по решению из Москвы, весь автопарк 03 привели к единому стандарту. Надписи убрали. Сейчас бригады 03 могут рассчитывать только на вежливость водителей. Но не каждый из них понимает, что скорая помощь из-за потерянных минут может оказаться для человека последней. Марина Рыжкова, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова